Тутаевский моторный завод, 16-го года входящий в структуру КАМАЗа, обнародовал план по расширению производства. Это предприятие расположено в Ярославской области и выпускает дизели В8 для тяжелых тракторов, карьерных самосвалов, внедорожной техники, а также в промышленном и судовом исполнении. Один из важнейших потребителей — Петербургский тракторный завод, который после введения антироссийских санкций окончательно отказался от двигателей Mercedes-Benz. На них был небольшой, но стабильный спрос. Теперь же все кировцы модели К7М оснащаются исключительно тутаевскими дизелями. Так, если в 2021 году ТМЗ произвел 2754 двигателя, в 2022 планируют собрать 3384 мотора, а план на 2023 год уже 4000. Поэтому в перспективе завод работает над расширением мощностей, которые позволили бы выпускать 6000 двигателей. По сути, речь идет о масштабной модернизации. Уже на 2023 год запланированы поставки оборудования для термического цеха, литейного производства и механообработки. Помимо прочего, ТМЗ перейдет на новую технологию изготовления отливки блока цилиндров, обновит и ведет в работу ранее законсервированное оборудование для выпуска коленвала в механосборочном цехе. Другой моторный завод Заволжский решил обратиться в ретро и в следующем году восстановит производство атмосферных бензиновых восьмерок. Эти двигатели восходят конструкцией к советскому ЗМЗ-53 образца 1963 года. Последние вариации мотора, чисто бензиновое ЗМЗ-523 и битопливное ЗМЗ-524 были сняты с производства в 2021 году за недостатком спроса. В тот год было собрано менее 8000 моторов, а общий счетчик за полвека перевалил за 6,5 миллионов штук. Еще раньше Горьковский автозавод прекратил выпуск капотных грузовиков, которые могли бы по особым заказам оснащаться бензиновыми восьмерками. И единственным применением для старых двигателей остались павловские автобусы серии 3205. Однако теперь группа Солерс, которой принадлежит Заволжский завод, снова увидела спрос на В8, как для новых автобусов, так и для рынка запчастей. И относительно недорогие старорежимные двигатели, примерно четверть миллиона за штуку, вернутся на конвейер в первой половине 2023 года. Продолжение следует...